У вас из Загреба, столица Хорватии, где сборная Хорватии сейчас начнет матч с нашей командой, с командой России. И это игра сборочной группы Е или И по латинскому алфавиту чемпионата Европы 2008 года. Стадион Максимир. Я вам скажу, что напряжение, словно гигантская туча, просто висит над этой ареной. И очень принципиальный матч во всех отношениях, в том числе и с точки зрения турнирной таблицы. Вы видите главного арбитра, Любыша Михела из Словакии и его помощников Мартина Балко и Романа Чабая. Вся бригада из Словакии, Любыш Михел один из лучших арбитров мира. Да, турнирное положение. Хотел сказать, что мы сегодня играем с лидером нашей группы. И, собственно, это действительно так, если брать ситуацию по потерянным очкам. А вот по набранным на первое место вышла команда Израиля. Только-только закончился матч израильтян с командой Андорры в гостях. Израиль выиграл 2-0 и лидирует в группе. Вот состав нашей команды. В воротах Вячеслав Малафеев. Второй номер Василий Березовский. Треть, пятый Сергей Икнашевич. Десятый Андрей Аршавин. Он капитан команды. Одиннадцатый Александр Кержаков. Восемнадцатый Юрий Жирков. Двадцатый Игорь Семшов. Двадцать второй Александр Анюков. Двадцать третий Владимир Быстров. Двадцать седьмой Алексей Березовский. И двадцать восьмой Виктор Будянский. Запасных вы видели. Вот расстановка нашей команды. Но весьма условная. Вы видите, куда местные режиссеры поставили нашего защитника Анюкова. На самом деле, конечно, он займет на фланге. Оборона места, скорее всего, под Быстровым. Всем, чтобы страховать вот эту бровку. Очень сильные полузащитники у сборной команды Хорватии. Атакующие полузащитники. Анюков или просто четвертый защитник здесь необходим. Когда я говорю четвертый, я имею в виду изменения по сравнению с предыдущим матчем с Андоррой. Где были два Березуцких и Икнашевич. Сейчас в Кузхидинг добавил к ним Анюкова. Хорваты сразу бросаются в атаку. Их ворота. Ворота Стиви Плитикосы. Ворота Московского Спартака. Справа от нас с вами, а слева ворота Вячеслава Малафеева. Тренер сборной Хорватии 38-летний Славин Бивич. В прошлом защитник сборной Югославии. Одна из легенд югославского хорватского футбола. В синей форме хозяева поля. Их бразильский нападающий Эдуарду Силва. Этнический бразилец пытался сейчас принять мяч у линии нашей штрафной. И первый штрафной удар. Кузхидинг. Рядом с ним Игорь Корнеев и Александр Бородюк. Важнейший матч в том числе и для нашей тренерской бригады. Для тренерского штаба. И капитан Андрей Аршавин. Его игра в предыдущем матче с Андорой вызвала неоднозначные отклики. А точнее однозначный. Пресса обрушилась буквально на Аршавина. Сказав, что он сыграл плохо. У меня немного другое мнение. И об этом по ходу репортажа. Тем временем штрафной удар на вес на наши ворота. И опасно бил, кто бы вы думали, бил Ивица Олич. Вот вы видите третьего номера защитника Йосипа Шимунича. Но по-моему, если... По-моему, это был удар Олича. Во всяком случае, они вдвоем, Олич и Шимунич, выскакивали на подачу. И кто из них нанес завершающий удар, было не совсем ясно отсюда, в своем комментарийском месте. Но вы уже поняли, что в составе Ивица Олич. И это, в общем-то, одна из неожиданностей. Один из неожиданных... Единственный неожиданный выбор Славина Пилича. Я говорю о тех составах, которые предсказывали журналисты и специалисты. Наши в атаке. Будянский делает неточную передачу. Дебютант нашей команды, сыгравший впервые в предыдущем матче с Андоррой. И очередной штрафной удар. Пас на Йосипа Шимунича. Йосип Шимунич, третий номер на левом фланге защиты сборной Хорватии. В центре второй номер Дарио Шимич и четвертый Роберт Ковач. Один из двух Ковачей у хорватов. Это Ковач младший. И на правом фланге, вот он сейчас сделал передачу, пятый номер Ведрон Чорлука. Тем временем перехват. Рвется вперед Быстро по правому флангу. И бьет поворотом нервный, очень нервный удар Быстрова. Потому что, ну, можно было ждать и другого продолжения. А вот неожиданный длинный пас на Ирицу Олевича, который очень старается уже с первых минут. И это заметно его бывший одноклубник Алексей Березуцкий. Одноклубник по ЦСКА. Выцарапал мяч из-под ног. Так, посмотрим. Дариус Рна лежит на газоне, держится за колено. Посмотрим. Видите, как Стиве Плитикоса вводит мяч. Быстро бьет в направлении своей атаки. Падает Олевич, действительно он играет, Березуцкий. И вот, собственно, сам под Березуцкого подкатился полузащитник Дарио Сырна из Донецкого Шахтера. У меня было ощущение, что ни он Березуцкого не задел, ни Березуцкий его. А сам он напкнулся на своего же нападающего, Эдуарду Досилгу. Может быть, так или иначе просит помощи один с номер Дарио Сырна. Вот так началось рядом с Березуцким его помощник Осанович. Вы видели, в белой куртке тоже одна из легенд хорватского футбола. Вообще себе в помощнике собрал Березуцкий целую группу. И просинечки здесь легендарные. Да нет, вообще просто сам, даже сам оступился, неловко упал Сырна и, по-моему, сейчас вернется в игру. Вот таким образом, ой-ой-ой-ой, так нельзя терять мяч, нельзя терять. Василий Березуцкий, Олевич, ходит в штрафную, делает передачу. Алексей подстраховал своего брата, выбил мяч из штрафной. Вы видите, как нервничают наши футболисты. Очень сложно играть на этом переполненном 35-тысячном стадионе, где сборная Хорватии за 13 лет своего существования не проиграла ни разу. Вот такая статистика. И как активен Олевич? Нужно быть повнимательнее, собраться. И это прекрасно понимает Гуссидин. Нервы, нервы пока подводят нашу команду и в нападении. Вы видели какую неудачную атаку Быстрова, которую я объясняю только нервозностью. И ошибка Василия Березуцкого в защите. Хорваты наседают. Прыгает и головой играет Лука Модрич, 14-й номер, мотор хорватской команды. Итак, полузащитники. Хорваты справа. Гариус Рнадин, 10-й номер. Десятый номер Ника Ковач, капитан команды. Рядом с ним Лука Модрич, 14-й номер. И слева Ника Кранчар, 19-й номер. Получает удар в лицо Александр Кержаков. Вот вы видели, как сыграл хорватский защитник. Это Йосип Шимунич. Помните этого человека? 195 сантиметров рост. Именно ему дал третью желтую карточку. Грэм Пол. Забавная ошибка Грэма Пола, английского арбитра в матче австралийцев с хорватами на чемпионате мира. Забыл он, что был две карточки у Шимунича. Дал ему третью желтую. И этот факт пошел в историю футбола. Шимунич играет на левом фланге защиты хорватской команды. Итак, я представил вам защитников. Ротаря Плитикосу и два нападающих. Это бразилец Эдуардо да Силва. 24-летняя звезда хорватского футбола. Рядом с ним наш, наш Ибица Олич. Новая встреча. Четыре месяца спустя после его ухода из ЦСКА. Он снова встречается со своими партнерами, с защитниками команды ЦСКА. Но они находятся теперь уже по другую, по разной стороны баррикад. Фолл со стороны Виктора Будянского. Вот он, 28-й номер, полузащитник Асколи. И даже неожиданно Гус Хидинг пригласил его в состав. И еще более неожиданным было включение Будянского в состав стартовой в таком важном матче. И уже первая замена. Видимо, не все так просто. Видимо, серьезную травму получил Дарио Сорна из Донецкого Шахтера. Вы помните, нету Дарио Сорна на месте пока что. Но готовится замена у команды Хорватии. Ерко Леко, полузащитник Монахо, сейчас выйдет на поле. Тем временем, штрафной удар очень опасно. Прямо в руки Молотеева бил Дарио Сорна, которого я уже поспешил отправить на замену. А замена все-таки, видимо, будет. Это последнее, что сделал Сорна, видимо, в сегодняшнем матче. Отмечу Молотееву. Вячеслав молодец. Да, удар был дальний. Молотеев все видел. Но, тем не менее, спокойно, уверенно, без нервов. Мяч этот принял и зафиксировал. Вот замена. Ерко Леко, полузащитник французского Монако. И действительно, он меняет Дарио Сорна. Стоя трибуны 25-тысячного стадиона Максимир аплодирует одному из своих любимцев. И вот такая первая замена. Что же, надо сказать, что это потеря. Дарио Сорна. Посмотрим, как будет выглядеть Леко. Дарио Сорна и Юрий Жерков. Они играли на одном фланге. Очень интересно было посмотреть на эту дуэль. Так же, как и на дуэль на другом фланге Кранчера и Быстрова. И вот вы видите, в связи с этой заменой сразу-сразу какие-то указания дают Анюкову наши тренеры. Естественно, нужно как-то перестроиться. Анюков на правом фланге. И пока что вот рядом с ним Нико Кранчер. Нико Кранчер играет по левому флангу. На противоположном фланге от Сорна. Вот он Модрич. Сделал передачу Нико Кранчеру. Потеря. И Быстров не успокоится. Прийти в себя. Но Модрич как подкатился под Быстрова. Останавливая прорыв Модрича, палит наш капитан Андрей Аршавин. Быстро разыграли. Хорваты пас налево Модричу из Динамо-Загреб, из местного клуба. Это добавляет ему популярности у болельщиков. Сразу три футболиста из Загребского Динамо сейчас в составе команды. В том числе и вот этот Эдуарду Дасилва. Бразильский нападающий. И еще правый защитник Ветеран Чорлу, который из Загребского Динамо, который будет играть в Лиге Чемпионов. Угловой удар. Подает Кранчер. Левый полузащитник. Навешивает. Ой-ой-ой. Какой опасный был навес. Какой опасный удар на подключившегося высоченного Шимунича. Левого защитника. И Шимунич, вот посмотрите, от угла Братарский переправлял мяч на дальнюю штангу. И еще раз здорово играл Шимунич. Сразу два человека, два хорватов бросались замыкать эту передачу. В том числе и Ника Ковач. Вот видите, 10-й номер. Капитан. А там же было 22-й. Эдуарду Дасилва. Как минимум уже два очень опасных момента у наших ворот. По флангу Березуцкий в отчаянном броске. Алексей выбивает мяч. И еще один угловой у наших ворот. Вот это натиск хорватской команды. Ну, немножко опомнится. Виктор Будянский на ваших экранах. Угловой будет подавать Нико Кранчер. Он и справа, и слева делает это у хорватской команды. Нет, пока что нет времени говорить в турнирной таблице. Кранчер навешивает. Выбивает мяч. Игнашевич, вице-капитан нашей команды. Но на подборе Модрич. Модрич отдает налево. Эдуарду. Он предпочитает, чтобы его называли так, а не Дасилва. Дасилва это было бы по имени матери. Эдуарду хорош тем, что он смещается направо и налево. Играет не только в центре, а вообще он потрясающий бомбардир. Убийца. Забил за Динамо Загребской. 54 мяча в 59 матчах. И колоссальная результативность в этом сезоне. Более 50 мячей в играх за клуб и за сборную. Об этом здесь все говорят и прочат переход Эдуарду Ювенкуса. А вот этому человеку, Вухе Модричу, говорят, его очень хочет купить шахтер. Причем за 10 миллионов евро. Вот такие игроки в составе сборной Хорватии. Хорваты набрали после 6 матчей 16 очков. У нас после тех же самых 6 матчей 14 очков. Вы помните, что игра Хорватии и России в Москве, это была первая встреча в нашей отборочной группе, закончилась со счетом 0-0. Это было ровно 9 месяцев назад, 6 сентября 2006 года. И вот теперь 9 месяцев спустя после рождения нашей сборной. Это был первый матч Узахиденко, официальный матч у руля команды России. Ответная игра. Про Израиль я сказал, что у них 17 очков. Израильтяне опережают на 1 очко хорватов, но имеют 2 матча. На 2 матча больше. Англичане сегодня играют в Эстонии. У Англии 6 матчей пока. 11 очков, то есть на 3 меньше чем у нас и на 5 меньше чем у хорватов. Вот такой расклад. Быстров навешивает. Аршавин принимает мяч, скидывает Держакову. Держаков вроде бы хотел уступить Жаркову, но в результате играет сам. Запутался в собственных ногах и в ногах защитника. Опытнейший Ника Ковач. Капитан, 30-летний капитан хорватов. Идет, идет по флангу. Но вы знаете, отработал очень здорово. Отработал Держаков, чувствуя свою вину за потерю мяча в предыдущем эпизоде. Получил аплодисменты от всех нас, дорогие друзья. И от своего бывшего партнера по Зениту. От Андрея Аршавина. Пока Андрей Аршавин не очень заметен. Но, собственно, мы вообще не очень заметны в атаке. Потому что преимущество у хозяев поля. По предыдущему матчу с Андорой я говорил о том, что я не согласен с огульной критикой Андрея Аршавина. И получилось так, что я сначала прочитал все отчеты. А потом посмотрел этот матч на DVD. Несколько раз его просмотрел. И, собственно, но не хуже многих, скажем так, сыграл Аршавин. Не заслуживал самой низкой оценки явно в этом матче. Мы говорили об этом с Гусом Хидингом. И Хидинг поставил в упрек Андрею только то, что он себя проскельдяйски повел в том самом эпизоде, когда нужно было забивать мяч в пустые ворота. Решил сыграть по-фежонски, красиво. А нужно было просто спокойно завершать эту атаку. Это, повторяю, единственная претензия Гуса Хидинга. Во всяком случае, он сам так мне сказал. Шимунич, несмотря на свой высокий рост, 195 сантиметров, как я уже сказал, или 193, играет на фланге. Для флангового защитника необычный рост. Малафеев ловит мяч одной рукой, словно показывая защитникам, я спокоен и вы немножко-немножко поувереннее, пожалуйста, ребята. Сейчас Игнашевич как-то откидывал мяч головой в центр штрафной площади. Зачем водится Василий Березуцкий, непонятно. Потому что здесь рядом и 20 сторон, и Эдуарду, и Олич. Я сказал, что Олич, в общем-то, не должен был играть в стартовом составе. Отдавали все, и пресса, и специалисты, предпочтение Младену Петричу из швейцарского Базеля. И говорили о том, что Олич хорошо выходит на замену эдаким Джокерам. Но, тем не менее, Славин Билищ поставил Олича в стартовый состав. Александр Киржаков был на ваших кранах. Вы, конечно, знаете о трех мячах, которые он забил в ворота сборной Андорры. Входит теперь он в число лучших бомбардиров российской сборной во всю историю. Углавляет список бесчастных 26 мячей, потом Карпин 17. И вот Сычев, Колыванов и Киржаков по 12. Приятная статистика для Александра. Он из Севильи и очень сильно прибавил именно в играх за этот клуб. Будянский, вот где он расположился сейчас, рядом с Семшовом. Ну, расстановка понятна нашей сборной. Справа Анюков, слева Алексей Березуцкий. В центре Василий Березуцкий и Игнашевич. Семшов играет опорного. На правом фланге Быстров, слева Жирков, впереди Киржаков с Аршавиным. Ну и Будянский, то под нападающим, то рядом с Семшовым в роли второго опорника. Развернулся Модрич. Он выполняет такую, его сравнивают по амплуа с нашим Аршавиным. Но я вижу сейчас, что Модрич отходит гораздо глубже, чем Андрей. В центральной линии поля. Правым флангом развивается атака. Вот вошедший в игру на замену Леко. Шел по правому флангу. И что там? Еще один угловой. Угловой удар. У наших вороты снова 19 номер Нико Кранчер. Сын прежнего тренера сборной Хорватии. Подхватывает Модрич все подборы у Модрича. Вот он, 14 номер. Может быть, действительно окажется в Донецком Шахтюре за эти самые 10 миллионов евро. Но говорят, не раньше декабря. Потому что его, Загребскому Динамо, нужно играть в Лиге чемпионов. И раньше определенного момента Модрич... Ну, вроде, Модрича не собираются отпускать. Вот он. 21 год. Это он футболисту. И он играл в Москве в первом матче двух этих сборных. Олич откидывает назад. Попытка передачи Кранчера. Олич открывался. Сложно приходится с ним нашим защитникам. Хоть они хорошо знают своего бывшего партнера. Но вот явно не просто Василию Березуцкому. Березуцкий оказывается рядом с Оличем. Потому что Олич все чаще смещается на левый фланг карбатской атаки. Пятый номер. Ведран Чорлука. Бьет вперед. Ой-ой-ой. Как снова поскользнулся Березуцкий. Олич свою же ошибку Василий Березуцкий исправляет. Но вот мы видели такой эпизод на правом фланге. С участием Березуцкого. Вот сейчас снова он поскользнулся. Трибуна негодует. Им показалось, что Березуцкий задел Олича по ногам. Посмотрим. Нет. Совершенно все четко было. Подкат выполнен здорово. И та же самая, может быть, мокрая трава, которая сначала подвела Березуцкого. Он поскользнулся. В конечном итоге ему помогла сделать вот такой эффектный подкат. И очень эффективный. Я говорю мокрая трава, потому что днем прошел дождь. Здесь температура плюс 23 градуса. И бывает сильный ветер. То возникает, то исчезает над Загребом. Погода меняется очень быстро. Быстрый ливень сменяется периодами жары. Более из-за этого немножко пострадала. Но вообще газон великолепный. Кудянский в роли разводящего отдает Жиркову. Получает мяч обратно. Полузащитник Асколи. И вот пас Семшову. Семшов один из любимцев Гуса Хиденко. И это место вот за ним закреплено в последних матчах. Место опорного. Была игра рукой. Да, совершенно очевидно. И мог бы получить даже желтую карточку за это. Ника Ковач. Анюков и тоже поскользнулся. Что такое? То ли с бутсами что-то такое у наших футболистов. Я не могу понять. Анюкову действительно нужно чаще подключаться. Что он и делает. Может быть, когда я говорил о том, и вот рассуждал в эфире программы «Время» о том, что у нас появился четвертый защитник. Но, может быть, не совсем в этом заключается задумка Хиденко. Место правого защитника занимает Василий Березуцкий. Алексей слева. Игнашевич в центре. А вот Анюков играет по правому флангу. Что позволяет Быстрову занимать другие разные позиции на поле. Даже место центрального нападающего. Гудянский прервал передачу. Открывается вот Жирков. И там и Аршавин был. В итоге пас налево. Киржаков хорошо пропустил Аршавин. Но все видел мудрый Модрич. Мудрый не по годам. И удар Будянского. Впечатление было, что мяч летит рядом с девяткой. Плетикоса всем своим видом показывал партнерам. Я видел направление удара и все контролировал. Стиве Плетикоса. 28 лет. Галкипер Московского Спартака. Он не играл на Евро 2004 из-за травмы. Но провел все матчи на чемпионате мира 2006 года. Но если уж мы коснулись чемпионатов Европы и мира. Как тут не вспомнить потрясающий успех хорватов в 1998 году. Третье место. Нет, это положение вне игры у Эдуардо. В 1998 году хорваты только-только появились на мировой арене. Первый чемпионат мира. И сразу третье место. Причем в полуфинале проиграли будущим чемпионом. Хозяевам чемпионат французам. Проиграли во многом незаслуженно. Засиделись защитники сборной Хорватии. Киржаков вышел к воротам. И пробил. Посмотрел где там Быстров. Решил пробить. С левой. И мимо ворот. Итак, позади. Вот мы смотрим повтор этого момента. Вы видели поворот головы Киржакова. Посмотрел он на Быстрова. Быстров, как я уже сказал, пользуется тем, что Анюков закрывает правый фланг. И подключается в атаку по правому флангу. Все чаще смещается в центр. Но пас не последовал нашему 23-му номеру. 22 минуты позади в матче отборочной группы чемпионата Европы между сборными Хорватии и России. Вы смотрите прямую трансляцию Первого канала. С вами комментатор Виктор Гусев. Счет пока не открыт. И вот сейчас уже вовремя вышли вперед и Роберт Ковач, и Дарио Шимич. Два центральных защитника. На этот раз Киржаков оказался в положении вне игры. Кранчер. Мощный кранчер. Был с мячом и перевод на левый фланг. Шимунич из немецкой Герды. Ждет пока кто-нибудь откроется. Тем временем отдает в центр Дарио Шимич. Ветеран. 28. 31 год. 31 год ему. Атака по центру. Ложится под удар. Нико Кранчера. Один из братьев Березуцких. Это был Василий Березуцкий. И в общем-то очень вовремя все сделал. Но вот уже другой Березуцкий. Алексей отдает назад Игнашевичу. Получает обратный мяч от Игнашевича. Пас в направлении Киржакова. Киржаков этот мяч вроде бы сумел обработать. Несмотря на то, что Роберт Ковач его атаковал. Четвертый номер. Снова опасен Ибица Олич. Отдает Модричу. Модрич с мячом. Пожалуй, самый заметный сейчас в составе. Хорватов. Ответный пас от Эдуарду. Модрич на фланге. Эдуарду бежит в штрафную. Модрич обыгрывает Будянского. Подача. На месте Игнашевич. Нет, простите, там не Игнашевич. Там Жирков, по-моему, пришел. Еще подача. Ой-ой-ой, как опасно в нашей штрафной. Вы знаете, как просто расправился с нашими защитниками. Вот этот самый Эдуарду да Силва. Еще раз. Подача. Как-то отбивал мяч Василий Беретутский. Попал в голову растерявшемуся Аню Кову. Что позволило Эдуарду да Силве обработать мяч и пробить. Вы видели его статистику. Шесть мячей в семи матчах. Зимшов. Аршавин. Аршавин мяч потерял. Ника Ковач. Эдуарду увидел открывающегося кранчера. Пас не прошел. Застрял в ногах наших футболистов. Игнашевич по правому флангу. Справа открывается Быстров. Игнашевич отдают Будянскому. Будянский сыграл вроде бы изящно. Но тут помешала рука соперника. Снова в руку. Уже второй раз в руку Ковачу. Ника Ковачу. Старшему Ковачу. Попал мяч. Будянский быстро отдал Василию Березуцкому. Анюков показывает, что нет продолжения. Нет продолжения. Быстров навесит центрального нападающего. Пас направления Аршавина пытался одним движением обыграть Роберта Ковача. Вот он, Роберт Ковач. Его называют терминатором. Футболист Ювентуса. Да, он не играет в последнее время постоянно в основном составе Ювентуса. Но это не делает его менее слабым защитником. Поговаривает о том, что он перейдет в Загребское Динамо. Ввиду вот старта предстоящего динамовцев в Лиге Чемпионов. Анюков вбрасывает. Сыграл с Быстровым. Пас назад. Навешивает Березуцкий. Но прямо Василий посылает мяч в руки Степи Плетикоса. 35 тысяч билетов было продано. Я смотрю на трибуну за воротами хорватов. Там расположились наши болельщики. Но почему-то они заняли только половину трибуны. Вторая половина совершенно пустая. Хотя нам было сказано, что все билеты проданы. Но может быть вторая половина трибуны. Своего рода буфер между российскими и хорватскими болельщиками. Этот матч причислен к группе матчей повышенного риска. На стадионе дежурят 80 полицейских. И еще 76 сотрудников служб безопасности. И может быть вот использовали, повторяю, такой буфер. Во всяком случае большая часть мест осталась незанятой. Говорили, что от нас приедут 3-3,5 тысячи болельщиков. Но может быть какая-то часть рассредоточена по другим трибунам. Во всяком случае пока я этой 3 тысячи не вижу. Но те же, кто сейчас находится на трибуне за воротами Плетикоса, ведут себя достаточно активно. Выбесили, я вижу, плакаты с названиями разных городов. Здесь и Астрахань, здесь и Мурманск. Даже подмосковная Краскова присутствует. Но тут же Итальятти, извините, если какие-то в темноте спускается уже вечер над стадионом. Максимир, если какие-то плакаты я не разглядел и не назвал все города, которые представлены здесь на трибунах. Славин Билич. Ему предлагает английский Вестхэм стать руля этого клуба. Но пока что Билич не хочет изменять сборной Хорватии, несмотря на очень такой соблазнительный контракт. Анюков будет выбрасывать аут. Пока наши, согласитесь, не очень убедительные в атаке, в тех контратаках, которые нам позволяют хорватские футболисты. А вот мастер контратаковица Олич получил мяч от Эдуарду. Обрабатывает очень хорошо. Но Жирков подстраховал Алексея Березуцкого в этой ситуации. Жирков и побежал на свой правый фланг уже готовить атаку. Аршавин идет по центру. Атака сзади. Нарушение правил, которое фиксирует Любыш Михел, судья из Словакии. Нарушил правило пятый номер ветеран Чернуков, сместившийся в погоне за Аршавиным со своего правого фланга обороны. Семшов у мяча. Бежит Аршавин. Что-то ему нужно оказать помощь. Во всяком случае отправил его за пределы поля. Словацкий арбитр. И, собственно, здесь и остался Аршавин. Что просто нужно завязать шнурок на бутсы. И Аршавин бежит на скамеечку. Интересно посмотреть, что там сейчас будет происходить. Поговорил с Усом Хидинком. Пока наши играют в десятером. Может быть, меняет бутсы Андрей Аршавин. Я уже говорил о том, что несколько раз наши футболисты поскользнулись на этом незнакомом газоне. Может быть, и в этом дело. Не только лыжники подбирают мазь, но и подбирают бутсы футболисты под разные газоны. Я смотрю, две разные бутсы у Андрея Аршавина. На правой ноге желтая, на левой белая. Интересный ход. Параллельно этому матчу проходит игра Эстония-Англия. Еще двух команд нашей группы. Там пока счет не открыт. 0-0. Аршавин снова на поле. И отдает назад Алексей Березуцкий Вячеславу Малафееву. Кто в запасе у нас? У нас в качестве запасного вратаря заявлен Владимир Габулов, а не Бородин, который остался вне заявки. Кроме того, здесь Дмитрий Торбинский. Я имею в виду в заявке Павел Погребняк, Константин Зырянов, Иван Саенко, Денис Колодин и Дмитрий Сычев. Вот это наши запасные. Чуть позже о запасных сборной Корватии. Удачно сыграл Роберт Ковач и получился сразу пас. Смотрите, как держит мяч этот Модрич. Но на каждого Модрича есть наш тоже не менее упертый Семшов. Если говорить о трибунах, то все трибуны выкрашены в красно-белый цвет. Это традиционная клетчатая шахматная раскраска хорватской сборной. Когда хорваты в 98-м году заняли третье место на чемпионате мира, они были признаны лучшими по форме национальной сборной. И получили такое негласное признание. Неофициальное, гласное, но неофициальное признание болельщиков и специалистов. Форма всем очень понравилась. И вот теперь перед моими глазами шахматные трибуны хорватской сборной. Хорватов также называют еще и огненными. Да, вот такой напор, за страсть. Шахматные трибуны недовольны вот такой игрой. Идет 30-я минута матча. 0-0. Была передача назад Вячеславу Малафееву. Гулом встретили этот пас хорватские трибуны. Пошел вперед Аняков в потере. Не помог ему даже Киржаков. И уже отправляется в атаку Роберт Ковач. Как жестко. Играет хорватский футболист. Это Ника Кранчер. А вот Роберт Ковач, тот самый защитник Ювентуса. 63 игры. Он важен как Каннаварра для Италии. Сказал главный тренер Билич в интервью в Спортэкспресс. В таком обширном. Вот он очень похвалил Роберта Ковача. Как Каннаварра. Модрича можно остановить только так. Нарушение правил. Ну что же, практически нет моментов у нашей команды. Впереди те редкие контратаки, которые получаются. Может быть, они гаснут у нас прямо на линии штрафной. Скипи Плитикосы. Модрич. А штрафной пробьет Нико Кранчер. Подача Кранчера. Да, очень и очень неудачно. Кранчер опытный футболист в свои 22 года. Шутка ли сказать. Он уже в 17 лет был капитаном Загребского Динамо. Можете себе представить. Вот такое доверие. Сейчас он играет за английский Портсмут. Сборной 32-й матч. И вот сын, как я уже говорил, Златка Кранчера. Тренера, который, как считают, провалился вместе со сборной на предыдущем чемпионате мира. Вы помните, что из борьбы сборную Хорватии выбила команда Австралии. Под руководством Гуса Хидинка. В решающем матче сыграли 2-2. Поэтому у хорватов есть зуб на нашего, теперь на нашего Гуса Хидинка. И снова штрафной. Теперь с правого фланга. И мы уже видели, какими опасными могут быть штрафные. Которые бьет хорватская сборная. Нико Кранчер снова у мяча. Перед этим было неудачно. С левого фланга, теперь с фланга правого. У нас впереди остался один Кержаков. Рядом с ним два игрока. У линии штрафной, конечно, Модрич на подборе. Все остальные в нашей штрафной. Подача. Выпрыгивал Эдуарду. Слева Нико Ковач. Как и брат, он родился в Германии. Как его брат Родерт Ковач мог бы играть за сборной этой страны. Имел предложение, но предпочел Хорватию как настоящий патриот. И снова угловой удар. Я уже сбился со счета. И снова подает Кранчер. Смотрите, где оказался Жирков. Совершенно в непонятном месте в борьбе с Нико Ковачем. Кранчер навешивает. Малафеев был под прессингом со стороны Олеча, но выбил этот мяч за пределы штрафной. Эдуарду пас Чурлуки. Чурлука бьет за ворота. Трибуны вдохнули, охнули. Чурлука возвращается на свою позицию. Ну вот единственный недостаток, может быть, этого защитника невысокая скорость. Ну, повторяю, рост 192 сантиметра. Много для крайнего защитника. Роберт Просинечки в костюме. Помните? Тоже знаменитый нападающий сборной Югославии. Нарушение правил. Хорваты пробьют. Это Нико Ковач. 69-й матч за сборную. Опытнейший футболист. Капитан команды играет за Зальцбург. Кранчар бьет. Мяч попадает в Магнашевича. Алексей Березуцкий сильно бьет вперед. Ну и не мог достать этот мяч. Гержаков. И вот уже Семшов бросал вперед. Такой нацеленной передачей Быстрова. Который снова пытался атаковать по центру. Быстров не догнал. Владимир Быстров из Московского Спартака. У нас в стартовом составе 4 футболиста ЦСКА. Три зенитовца. И по одному из Динамо. Асколи итальянского. Сибирь и Спартаковец. Быстров. Пробуют. Пробуют как-то начать атаку. Вот то по левому, то по правому флангу Кержаков. Сейчас играл справа. Гудянский. Точный пас Кержакову. Кержаков навешивает. Но там никого нет. Никого нет. И подача была такая, как если бы у нас на огневом рубеже был Павел Погребняк. Павел Погребняк в запасе. Если Кержаков здесь, то кому там завершать атаку? На кого это была подача? На не самого высокого Владимира Быстрова? Но так сказать не совсем мне ясно. Там был еще и Андрей Аршавин, который тоже не самого высокого роста. Ну вот при таких исполнителях, конечно же, я думаю, Гускидинг дал задачу играть низом. За исключением стандартов, на которые могут подключаться Игнашевич и два брата Березуцких. А в общем, команда достаточно низкорослая у нас. Прямо скажем. Собственно, по сравнению с корватами. Ну тут центральный защитник чуть пониже. Шимич и Ковач. Роберт. А о крайних я уже говорил. Ну и естественно, когда идет вот такая подача, крайние там тоже оказываются штрафной и используют свой рост. Но вот Быстров справа пропускал мяч. Кержакову. Был нарушение правил. И опять недовольны этим решением трибуны. Но действительно сзади, вот совершенно явно сзади, Шимунич атаковал нашего нападающего. Скочив за свое место Славин Билич и показываем защитникам. Смотрите, один, совершенно один Кержаков. Действительно Кержаков открылся. Правда, это Убровский на правом фланге. Сейчас он, именно он пропустил мяч Быстрову. Но уже к этому моменту на сигнал Билича защитники среагировали. Шимич центральный. Игрок обороны отошел сюда. Мяч подобрал Модрич. Пас в Чорлуке. И Никоковач Модрич снова зацепился за мяч. Вот как нужно играть на этой позиции. Вот пока такого футболиста я в нашем составе не вижу. Аршавин играет не так. И мяч как-то не доходит до Аршавина. Проход по флангу. Это центральный нападающий Эдуарду. Хочет, кстати, перейти в Севилью. Он играет за Динамовский клуб Загреба. Но вот может оказаться партнером Александра Кержакова по Севиле, если его заплатят 10 миллионов евро. Все как-то вращается вокруг этой суммы. Я говорил, что столько стоит Модрич. Но вот такие сейчас средние цены в футбольной Европе. Кранчар навешивает. Хотел повторить. Помните был эпизод, когда сюда подключился Шимунич. Перебрасывал мяч на дальний угол вратарской. И снова Кранчар отдает Модричу. Модрич вынужден назад. Роберт Ковач поперек поля. 16 номер. Это вот вышедший на замену Леко. Нет, не стал бить. Отдал Чорлуке. Пятый номер. Он тоже играл в Москве в московском матче. И положение вне игры. Показывает боковой орбит. Нет, 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 нет. Можно не бить. И можно даже за это получить желтую карточку. Эдуардо. Любуш Миттел показывает ему, что вот последний раз, что больше такого жеста он не допустит. Потому что совершенно очевидно было, что капитан команды Нико Ковач находился в положении вне игры. Это четко зафиксировал один из двух словацких арбитров, помощников Любуша Михела. Ну вот у нас подходит, подходит к концу первый тайм. Интересно было бы узнать, сколько осталось времени до конца первой половины встречи в матче. Хорватия-Россия, который вы смотрите из Загреба в прямой трансляции Первого канала. Счет не открыт. Олеч рвется вперед. Рядом Модрич. Олеч пошел сам. Модрич. Удар. Попадает в Семшова. Сколько раз уже приняли мяч на себя наши защитники и полузащитники. Олеч. Тентит попадает в Анюкова. Та же самая ситуация. И Анюков так и разряжает встановку. Выбивает мяч в аут. Вот он, Александр Анюков. Не очень впечатляет он в составе «Зенита». А точнее даже не попадает в основной состав питерского клуба. Но вот нужен был четвертый защитник. Защитник вот такого атакующего плана. Несу Хидинку. И он поставил стартовый состав на эту игру Александра Анюкова. Идет сороковая минута. Пять минут до конца первой половины встречи. И по-прежнему счет не открыт. 0-0. Параллельно в Таллине играют сборные Эстонии и Англии. Вот по моей последней информации счет там тоже не был открыт. Сброс на 11-метровую отметку. Анюков отбил этот мяч. Черлука. Против него там оказался Быстров. И вы смотрите, как вроде бы братья Березуцкие могут сыграть головой. И знают, как сыграть против Олеча. Но вот в этом эпизоде прыгнул выше Василия Березуцкого. И бил поворотом. Еще раз смотрим повтор. Повторяю, там Быстров мешал на фланге Черлуке. Неожиданной позиции временами занимают наши футболисты. Мы отмечали вот уход Жиркова на правый фланг обороны. Снова ошибается здесь на фланге Василий Березуцкий. Как Олеч его прессингует. Олеч знает манеру двух братьев. Естественно. Может быть этим продиктован вот такой выбор главного тренера хорватской команды. Поскальзываются не только наши, но и Эдуарду. Тем не менее мяч остается у хорватов. Черлука переводит мяч направо. Там Леко зарабатывает очередной угловой для своей команды. Герко Леко, полузащитник французского Монако. 6-0. Это счет по угловым, по корнерам, как вы видите на своих экранах. Наращивают натиск футболисты в сборной Хорватии. И вовремя оказался наш 18-й номер Юрий Жирков на 11-й метровой отметке. Потому что уже готов был пробить 18-й номер хорватской команды. Ивица Олеч. Жирков очень здорово подстраховал. Уже в нескольких эпизодах мы отмечали хорошую игру Жиркова в обороне. Вот хватается за голову тренера хорватской команды. А она в своем фланге. Но нет возможности там организовывать атаки. Там все перекрывают. Даже не доходит до единоборств Жиркова, скажем, защитникам Черлука. Еще раньше все наши атаки обрезаются. Стоит нам перейти через центральную линию и все. Хорваты переходят эту самую центральную линию спокойно. Потому что вся наша сборная выстраивается на своей половине поля. Гусхидин говорил на пресс-конференции вчера, что не будет играть на ничью. Что вообще футболистов на это ориентировать нельзя. Это может губительно сказаться на моральном духе команды. Что он всегда играл и играет только на победу. С другой стороны, конечно, и мы прекрасно понимаем. С прагматической точки зрения ничья в этом матче устроила бы сборную России. С турнирных раскладов. Сборная Англии проиграла здесь Хорватам со счетом 0-2, как вы помните. Но вот наконец-то Аршавин получает мяч от Кержакова. Идет. Не то что обыграл. Ковач пробосил мяч мимо него. И сделал передачу верхом. Делал передачу на маленького нашего опорного Семшова. Такими ходами, что Хидин хочет удивить хорватскую команду. Может быть. Но, конечно, я немножко утрирую. Тут не совсем была передача верхом. Для того, чтобы Семшов пробил головой. Нет. Перебрасывал мяч Аршавин на ход Игорю. Но, тем не менее. Выигрывают в борьбу в воздухе. Снова хорватские футболисты. Олич зацепился за мяч. Предлагает кому-то подойти сюда. Ему на помощь. Модрич. За Модричем идет Семшов. И не получается. Пас у Кранчера. Пас назад. Опытный Шимич. Второй номер. Только он остался из тех, кто был в составе бронзовой команды. В сборной корвати образца чемпионата мира 98-го года. А вот как играет Эдуарду. И шел вперед. Несмотря на подкат Семшова. Сыграл Анюков. Трибуном показалось, что именно Анюков последний задел этот мяч. А мы смотрим по второму. Подкат Семшова. Удачно мяч отскочил. Для Эдуарду. И арбитр совершенно правильно зафиксировал нарушение правил. Да, мяч уходил за линию ворот именно от ноги Анюкова. Но перед этим вторую его ногу зацепил вот этот самый Эдуарду да Силва. Натурализованный бразилец. С 14 лет живет в Хорватии. Играет здесь в футбол. И играет за сборную Хорватии. И вот его отец отказался. Настоящий бразильский болельщик отказался от своего сына. Потому что ждал, что он попробует себя в составе национальной команды Бразилии. Но Эдуарду предпочел Хорватию. Несмотря на волю отца. Последняя минута первого тайма. Счет в матче Хорватия-Россия не открыт. Вы смотрите прямую трансляцию Первого канала. Две минуты добавил Любыш Михел. Ну и вот сейчас пойдут эти уже добавленные минуты. Но я не скажу, что наши так уж с трудом из последних сил выдерживают этот натиск. Но тем не менее... Большое преимущество хорватской команды. Василий Березуцкий в ногах у Ивицолича выбивает мяч на угловой. Тем временем англичане в Таллине забили первый мяч. Ворота сборной Эстонии. Напоминаю, англичан на три очка меньше, чем у нас. И на пять очков меньше, чем у хорватов. Будет подавать на этот раз Модрич. Он навешивает интересная рокировка. Дело в том, что Модрич пошел подавать, что до этого делал Кранчер. А Кранчер, вот он сейчас вступает в борьбу с Киржаковым. Занял место на подборе. Занял обычное место Модрича. Занимал в предыдущем эпизоде. И здесь нет желтой карточки. Несмотря на жесткую игру против Киржакова. 16 номера Леко. Леко извинился перед Александром. Штрафной удар. И вот идут эти две добавленные минуты. Не спешит Алексей Березуцкий. Но, наверное, наша команда хотела бы перевести дух. Хотя, должен сказать, наши футболисты находятся в самом разгаре российского сезона. Я говорю о тех игроках, которые играют в России. Они составляют большинство у нас. Ну, а что касается сборной Хорватии. То они, в общем, уже отпускники. Что касается выступлений за клуб. Был не впервые в две недели. Вот команда игроки вернулись. И это вызывало определенное опасение Билича. Но не могу сказать, что такими уж не готовыми физически после двухнедельного отпуска выглядят футболисты сборной Хорватии. И какая потрясающая поддержка трибун. Ну, что же. Словатский арбитр Любыш Михел дает свисток. Мы уходим на перерыв. Счет не открыт 0-0. Ну, и посмотрим, что скажет Буссидинг нашим футболистам в перерыве. Замены тех футболистов, которые могут выйти на замену, я вам перечислил. Посмотрим, какие будут изменения. Пока что все очень и очень напряженно для нашей сборной. Перерыв. 56% времени Хорваты, 44% наши. Но, что же. Плохо, но не смертельно. И очень надеемся на изменение стиля нашей игры во втором тайме. Сегодня Максимиров в Загребе. Начинается второй тайм. И сразу замена. У нас на поле выходит Дмитрий Торбинский под седьмым номером. Вместо Виктора Будянского, который играл под номером 28. И вот он, Спартаковец, Дмитрий Торбинский. И замена вполне понятная, объяснимая. Я когда вот совсем недавно пожелал нашей команде изменения стиля в этом матче, был, наверное, не совсем прав. Резет не о стиле, потому что в каком другом стиле можно играть на черном поле против сильной хорватской команды. Наверное, я имел в виду, что нужно использовать то, что у нас получается. То, что те моменты, которые нам предоставляются при организации атаки. Те редкие моменты. Нужно в центре цепляться за мяч, чего мы в первом тайме не видели. Здесь очень важна была роль Виктора Будянского. Он с этой ролью не справился. Кустидинг рискнул, бросил в бой этого 23-летнего полузащитника, еще не освоившегося в сборной. И у него, в общем-то, ничего не получилось. Посмотрим, что получится у Торбинского. Очень важна в этой ситуации и роль Аршавина, который тоже, в общем-то, Будянскому не очень помогал. Скорее, чаще сюда приходил Семшов в попытке что-то организовать. И, видя такую неспособность в этом матче что-то сделать. Ух ты, какой удар Эдуарду. Но, слава богу, высший ворот. Так вот, видя неспособность партнеров что-то организовать. Все чаще и чаще назад отходил Кержаков, выполняя роль организатора атак полузащитников. И мы видели, как, делая это, он оставлял нашу сборную Кержаков фактически без центрального нападающего. Помните такой навес Кержакова с фланга непонятно на кого. И помните, как маленький Семшов врывался в штрафную площадь, выполняя роль такого мощного нападающего, которое, в общем-то, Семшову, конечно же, не свойственен. Я сказал, что по владению мячом 56-44 процентов в пользу хорватской сборной. В пользу хорватов количество ударов по воротам в первом тайме 6-2. Правда, всего один раз хозяева пробили в створ. Мы в створ не попали ни разу. И семь угловых у наших ворот подали хорваты. Ворот плетекосы угловых не было. Ну что же, вот Андрей Аршавин, капитан нашей сборной. И я представлю уже новый вариант нашей сборной без Виктора Будянского. Сейчас может закончиться эта атака хорватов. Вот Торбинский по седьмым номерам. Хорошо сыграл первое такое касание. Осмысленное удачно. Киржаков с Быстровым. Быстров рвется по центру. И нет, нет помощи, если не считать идущего сзади метрах в трех от Быстрова-Жаркова. Все. Штрафной. Ближе к середине никого не было. Торбинский пытался зацепиться за мяч. Вот очень хочется пожелать нам в центре поля играть так, как это у хорватов делает Модрич. Очень здорово все контролирует в центре поля Лука Модрич. Молодой полузащитник. Это Леко. Единственная замена, которую произвел Славин Бирич, главный тренер хорватов. Ну вот состав. У нас в воротах Молотеев. Штрафный номер. Второй. Василий Березуцкий. Пятый. Игнашевич. Десятый. Аршавин. Киржаков. Одиннадцатый. Киржаков. Восемнадцатый. Жирков. Двадцатый. Семшов. Двадцать второй. Анюков. Двадцать третий. Быстров. Двадцать седьмой. Алексей Березуцкий. Под двадцать восьмым играл Диктор Будянский. Как уже я сказал, его заменил вышедший на поле под седьмым номером Дмитрий Торбинский. Стиви Плетикос. Он сейчас с мячом. Он вратарь сборной Хорватии. Московского Спартака. Второй. Шимич из Милана. Третий. Шимунич из Герты. Четвертый. Роберт Ковач из Ювентуса. Пятый. Чурлук из Загребского Динамо. Десятый. Ника Ковач. Старший Ковач из Зальцбурга. Под одиннадцатым номером играл полузащитник Донецкого Шахтера Сорна. Его из-за травмы уже в первом тайме заменил полузащитник Монако Лехо под шестнадцатым номером. Четырнадцатый. Модрич из Динамо Загреб. Восемнадцатый. Олич из Гамбурга. Девятнадцатый. Кранчар из Портсмута. И двадцать второй. Эдуард Дудасилва. Тоже из Загребского Динамо. И игра проходит в Загребе на переполненном. Если не считать вот одного сектора, о котором я уже говорил. За воротами теперь уже Вячеслава Малафеева на переполненном стадионе Максимир. И пытался сыграть девятнадцатый номер Кранчар. Мяч отбит на половину поля Хорватов. Подбирает Лехо. Пас назад. Дарио Шимич. В центре играет. Но может сыграть и крайнего защитника. Я уже говорил, но это неотчетливо прозвучало. Моя фраза была прервана атакой. Вот Дарио Шимич. Единственный из того звездного состава девяносто восьмого года. Который занял третье место на чемпионате мира у Хорватов. Эдуарду. Снова Жирков. Мы отмечаем снова действие Жиркова на этой позиции. Врезается в активного Торбинского. Торбинский только помешал Жиркову. Но неумышленно, конечно. Все это закончилось штрафным ударом. Вот смотрите, Жирков налетает на Торбинского. И потом же Торбинский, срывая атаку, фалит против Лехо. Малафеев командует обороной. Надо сказать, что при всем преимуществе сборной Хорватии в первом тайме только один удар попал в створ ворот. И его мяч после этого удара зафиксировал Малафеев очень уверенно. Штрафной удар пробьет Модрич. Он навешивает. И опасный удар в падении. Это пришел Ведран Чорлука. Правый крайний защитник. 192 сантиметра. И эти 192 вот сейчас ему помогли оказаться первым на мяче. 21 год. Тоже из Загребского Динамо. Прыжок. Опасный момент. Опасный момент у наших ворот. И так идет 51-я минута матча на Загребском стадионе. Счет в матче Хорватии-России не открыт. Тем временем англичане, они играют в одной с нами группе. Так же как и сборная Эстонии. Выигрывают в Таллине у эстонской команды со счетом 1-0. Между нами и сборной Англии. Три очка разница в нашу пользу. У хорватов на 2 очка больше, чем у нас. И на 5 очков, соответственно, больше, чем у англичан. Команда Израиля выиграла 2-0 в гостях у андорцев. И имеет 17 очков. На 1 очко больше, чем у хорватов. Но на 2 игры при этом больше. Хотя бесспорно. Борн Израиля тоже будет претендовать на 1 из 2 мест на чемпионате Европы. Недовольны вот этой передачей назад. Передачей Олеча. Недовольны трибуны. Гонят, гонят вперед свою команду. Тем временем англичане забили мяч. Второй мяч в ворота сборной Эстонии. Все ближется к тому, что Англии тоже будет 14 очков. Как вот пока у нас. Я хочу ваше внимание сконцентрировать на том, что 2 команды выходят из каждой группы. Из каждой отборочной европейской группы напрямую. Никаких стыковых матчей нет. Потому что даже здесь наши болельщики в Загребе задавали мне этот вопрос. А по поводу стыковых матчей нет. Формулу турнира стыковых матчей не предусматривает. Нанимаешь первое или второе место. Получаешь путевку в Австрию и Швейцарию на будущий год. Жирков попытался обыграть Чорлуку на фланге. Заработал угловой. Смотрим повтор этого момента. Оцениваем правильность решения Чорлуке. И трибуном стадиона Максимир показалось, что мяч в какой-то момент, в последний момент задел ногу Жиркова. Показывает Дубуш Михел, главный арбитр из Словакии. На самом деле это не так. Аршавин навешивает. Ух, какой опасный момент. Все проскочили и вот еще один угловой. Кержаков был на углу Вратарской. По-моему, мяч он не задел, но так искусно его пропустил дальше Вратарскую. Достаточно было кому-то подставить ногу и все. Корватские болельщики. Знаменитых футболков, шахматных, плечаток футболков. Ни одного матча здесь на этом стадионе за 13 лет не проиграла сборная Хорватии. 24 матча в 19 побед. Вот такая впечатляющая статистика. Только представителям пяти стран из 18, которые вот здесь гостили, удалось свести матч в ничью с Хорватами. Да, страшный, страшный стадион для гостей. И вот наша трибуна, трибуна российских болельщиков. Эдуардо идет в обыгрыш, обыгрывает Василия Березуцкого. И навес не получается, хватается за голову. По-моему, и Модрич, и Олич. Эдуардо Засилова на ваших экранах. Он забил и Англии, забил и вот единственный гол эстонцам в предыдущем матче. И вот в сезоне 2006-2007 годов уже более 50 мячей за сборную и клуб. И говорят, что, в общем, последний сезон, наверное, в Загребском Динамо будет в Европе. Вот, возможно, в Ювентусе, может, еще в каком-то более сильном клубе. Более сильном, чем Динамо Загреб, я имею в виду. Судья показал, что не было нарушения со стороны Шимича. Должен отметить, что Любыш Михел пока еще не показал ни одной желтой карточки в сегодняшнем матче. И, в общем, не грубая игра. Для вот матча такого накала, такого подтекста, совсем не грубая. Шимич сыграл головой. Кранча нашел этой передачи Олеча. Оглядывается на него и довольно неловко снова играет Алексей Березуцкий. Вот Алексей, Василий, Березуцкий их словно гипнотизируют Олеч. У вас, если такое впечатление не сложилось, несколько раз под прессингом Олеча братья сыграли неудачно. Кранча, 22-летний полузащитник, пошел подавать угловой. В первом тайме мы отмечали не только то, что наши как-то не могут цепляться за мяч в середине поля, но и, в общем, не очень активную игру на флангах. Жарков в основном отрабатывал сзади, Быстров смещался в центр, Аняков подключался справа, но не так активно, как хотелось бы. 56-я минута матча идет. Загреб. Отборочная игра чемпионата Европы 2008 года. Счет по встрече Хорватии России не открыт. 0-0. Капитан хорватской команды Нико Ковач будет вбрасывать. Он игрок Зайцбурга. Говорим Зайцбург, сразу думаем о Сочи. Зайцбург, соперник нашего города в борьбе за зимние Олимпийские игры, как вы прекрасно знаете. Ну и вот мяч вышел за линию поля. Исходят в момент, чтобы пожелать успеха Сочи. Я это делаю в каждом репортаже. Но мы действительно очень надеемся на эту победу сочинцев, на нашу общую победу. Угловой подает кранча. Пришел высокий, конечно, Шемунич почти на линии нашей ворот. Навес Малафеев сначала вышел из ворот, потом как-то остановился. И, в общем, позволил вместе с защитниками Нико Ковачу пробить. Смотрим повтор. Видите, как затормозился Малафеев. Решил не ввязываться в борьбу там кого? Игнашевича. С Нико Ковачем рядом был Эдуардо. Атака. Левым флангом. Кержаков развернулся. И, в общем, видя, что, собственно, никаких вариантов особых для передачи нет, решил наотмашь пробить поворотом. На удачу. Плетикоса, но такие мячи, я думаю, не пропускает, даже если бы летел мяч в створ. Плетикоса вообще всего один мяч в этом отборочном цикле пропустил. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, какая же ошибка! Какая ошибка! И если бы там не Сергей Игнашевич, то вот эта ошибка Алексея Березуцкого в борьбе с Эдуардо стоила бы нам пропущенного мяча. Конечно, мы увидим повтор этого момента. Хватаются за голову хорватский тренер. Сейчас он познал, вот посмотрите. В очередной раз как-то неуверенно. Малафеев бросился, но как вовремя? Как вовремя пришел на подстраховку Игнашевич? Потому что и мяч катился в ворота, и тут готов был его уже переправить в сетку Ивица Олеч. Но его опередил Игнашевич. Трибуны завелись. Кранчер подает угловой. Зрители встают. Кранчер навешивает. Зрители словно что-то предчувствуют, но мяч попадает в штангу, в перекладину. Кранчер играет элегантно. Бросает по правому флангу Модрича. И тут тот совершает едва ли не первую свою техническую ошибку в сегодняшнем матче. А вот навес Кранчера. Удар, мяч летит по дуге. Атакует Никокович нашего вратаря. И, в общем-то, там даже, по-моему, не перекладина, а все-таки рукой преградил путь этому мячу в сетку. И наш вратарь Торбинский еще прыгал головой. И, может быть, Торбинский там вынес мяч. Как-то с разных камер разное впечатление создалось. Да, Игнашевич. Ну, а перед этим выручил, просто выручил команду Сергей Игнашевич. Какая ошибка в борьбе с Эдуардо. И снова наша атака просто захлебывается у линии штрафной. Повторяю, все чаще и чаще. Вот видите, Олевич улыбается. А все чаще и чаще рядом с Киржаковым оказывается Быстров. Но им сложно что-то противопоставить сразу четырем защитникам сборной Хорватии. Мощным и опытным. У них какая линия? Там им представитель Милана, Ювентуса, Герты, Загребского Динамо. Вот игрок Динамо-Загреб. Чорлука. Ковач. Очень много говорилось перед матчем о том, что ничейный результат был бы хорошим исконом для нашей команды. Хидинг, в общем-то, признавая это, говорил о том, что команда будет вести только атакующую игру. И даже могу процитировать чуть позже нашего тренера. Хорош был в подыгрыше Аршавин. Быстров. Заброс на Киржакова. Киржаков здесь один. Против него играет Шимич. Шимич отдает к Литикосе. И все. Атака сорвана. У нас там кто-то из наших разминается у кромки поля. Иван Саенко. Дерин себе. Вкус Хидинг. Вот на 61-й минуте готов он выпустить на поле Ивана Саенко. При счете 0-0 усиливает атаку наш тренер. Владимир Быстров. Покидает поле. И у нас, видимо, сейчас образуется сдвоенный центр. Опять же, из не очень высоких футболистов. Саенко и Киржаков. По-прежнему сидит на скамеечке запасных высокий Павел Погребняк. И я напомню это при том, что Хидинг уже сделал две замены. Поскольку сначала Торбинский вышел на поле вместо Будянского. После первого. И вот сейчас Саенко из немецкого Нюрнберга заменил спартаковца Владимира Быстрова. Хидинг сказал, что если посмотрим на последние игры хорватов. Нет, атака не получилась. То поймем, ничья на их поле будет хорошим результатом. Но мы ни в коем случае не поедем в Загреб подстаивать ничью. Это не в характере новой российской команды. Вот эта цитата Гуса Хидинка. Это я к тому, что он делает замену на усиление атаки. Но пока что Саенко, как видите, играет сзади. А впереди в атаке сборной Хорватии против него сейчас играл Чорлука. И в подкате вывел мяч из-под ног нашего форварда. Но кто-то считает Саенко полузащитником атакующего плана. Все зависит от ее позиции в конкретном матче. Замена готовится и в команде Славина Билича. Тем временем Семшов отобрал мяч у Кранчера. На фланге Семшов давать особо некому. И заброс в направлении Кержакова. В надежде на то, что Кержаков что, отнимет мяч у Роберта Ковача. И что-то в одиночку там сможет сделать. Потому что Саенко вперед не пошел. Скорее рядом с Кержаковым был Торбинский. Что-то за живот держится Андрей Аршавин. Пока, мне кажется, вот свою функцию, свою задачу на поле Андрей, к сожалению, не выполняет. Торбинский активен. Вот и сейчас он боролся за мяч. Ему нужно это делать достаточно осторожно. Потому что мы знаем, что Торбинский парень заводной. А фолы, тем более в близости от ворот, нам не нужны. Англичане спокойно разбираются в Таллине с своим соперником 3-0. Сборная Англии выигрывает у команды Эстонии. Черлуков бросает аут. Перед ним Жирков, который, повторяю, вынужден играть в основном, если не постоянно в обороне в этом матче. И еще один угловой. И вот та самая замена. Младен Петрич выйдет на поле. Ну что, наверное, вместо Олеча, так по логике, в предыдущих матчах чаще Олеч менял Петрича, имеющего место в стартом составе. Сейчас, наверное, будет, так сказать, обратная замена. Но сначала дадим подать Кранчеру. Вернее, не дадим. Вынесем мяч из своей штрафной. И уже Саенко играет на Киржакова. Здесь Ковач играет достаточно неловко, но этого хватило для того, чтобы мяч прилетел в нашу штрафную. В воздухе Игнашевич. Игнашевич надежен. Надежен. Право. Мы еще раз вспоминаем тот момент, когда он оказался в нужном месте. Фактически в нескольких метрах от линии российских ворот в нужный момент. И спас команду. Вот Жирков, видите, где он начинает атаку. Отдает Семшову. Семшов назад. Березуцкий. Алексей. Снова Алексей Березуцкий. Перевод на правый фланг. Сыграл Василий Березуцкий. Анюков в одно касание. И кто там ошибся, Торбинский, вот с этой передачей. Но попробуем еще раз. Василий Березуцкий. Ну, Аршавин. Аршавин отдает Саенко. Саенко немножко подождал, чтобы тушился Жирков. А фактически на место Жиркова уезжал Аршавин. А Жирков занял вот это место. В общем-то, место нашего капитана на поле. 65 минут позади в этом матче. Жирков идет вперед. Счет не открыт. Жирков бьет. Жирков бьет. И опять веет некой безысходностью от этого удара, дорогие друзья. Не верят Жирков от возможности паса в такой ситуации. Единственный вариант пробить. Да, Плетикоса только один мяч пропустил в этом турнире. Скажите, как же Хорваты? Ведь в воротах Хорватов побывало 4 мяча. Но с Израилем играл другой вратарь Рунье. А вот Плетикоса только один мяч от македонцев. Правда, курьезный. И вы помните, полностью на совести вратаря. Сегодня, в общем-то, работы у Плетикоса нет. Как не было работы в матче с Андоррой у нашего голкипера Вячеслава Малафеева. Я, конечно, не сравниваю два матча и две ситуации. А просто констатирую факт. Младен Петрич уходит на поле. Из швейцарского Базеля нападающий. И заменит он. Вы знаете, очень интересно. Уже двинулся к кромке поля Ивица Олевич. В полной уверенности, что заменят его. А оказывается, меняет Славян Билич Нико Кранчера. Это явная замена на усиление атаки. Но нельзя сказать, что Кранчер не играл в атаке. Он был одним из самых активных впереди у сборной Хорватии. Но все-таки это полузащитник. А что сейчас делает Славян Билич? Фактически у него, и не фактически, а и по-всякому у него в атаке оказывается трое нападающих. Это и Олевич, и Эдуардо да Силва. И вот теперь Младен Петрич. 26-летний нападающий Базеля, как я уже сказал, лучший бомбардир швейцарского чемпионата. Бесстрашный нападающий, хорошо играющий головой. И о нем говорят, что иногда он даже настолько бесстрашен, что просто не чувствует, насколько рискует. И из-за этого получает травмы. Лежит на газоне Андрей Аршавин. Но было нарушение правил. Толкал его в спину Роберт Ковач. Правым флангом наши начинают атаку. Через Василия Березуцкого. Вот Аршавин уже делает передачу на Анюкова. Анюков вроде бы оттеснил неплохо соперника на фланге. Но продолжения эта атака не имела. Хорошо сыграл, между прочим, Эдуардо да Силва. Можете себе представить. Вот не зря его показывают сейчас режиссеры. Именно там он боролся, 22-й номер, с нашим 22-м номером Анюковым. Но скажите, что теперь Эдуардо да Силва мог себе это позволить. Потому что впереди есть и Олич, и Петрич. Может быть и так. Малафеев не спешит, использует все свои, сколько там, 6 секунд разрешенные вратарю. Подержал мяч. Чернука и Саенко. Саенко фалит. Вот смотрите. И, знаете, натыкается на колено Жиркова. Такой неоднозначный эпизод. У Чернуки были претензии к Жиркову. Он посчитал, что наш полузащитник сделал это умышленно. Подставил колено. Чернука носом ударился о колено Жиркова. Подбежал Михел. Разобрался в этом эпизоде. И ничего страшного и умышленного не было. Так, а вот сейчас все-таки первая желтая карточка. Ее получает Торбинский, друзья мои. Как мы и предсказывали. Не хотя того, не желая желтых карточек Торбинскому. И вот теперь Дмитрий должен сыграть очень и очень аккуратно. Потому что мы знаем, и снова я об этом говорю, что иногда Торбинский не может затормозиться, остановиться. Идет до конца, бьется. Он, конечно, молодец, боец. Но теперь он должен, должен думать и о том, что одна желтая карточка у него есть. Вот как, вот как Модрич держит мяч. Отдает Эдуарду. Эдуарду теперь сместился на фланг. Окончательно ли в центре штрафной и Олич, и Петрич. А Эдуарду идет, сам падает. Нет, удар от ворот. В сердцах бьет кулаком по земле. Эдуарду. Он вообще-то, вообще-то предпочитает, чтобы его называли Дуду. Прозвищем Дуду. Но в мировом футболе столько Дуду. И мы некоторых вообще очень хорошо знаем из Дуду. Поэтому будем Эдуарду все-таки называть Эдуарду. Вот Арбинский получил удар по ногам. Вот 59-41. Это владение мячом. Напомню, после первого тайма было 56-44. Я надеялся на то, что наши прибавят в этом смысле. Потому что вспоминал первый матч в Москве, когда в первом тайме хорваты, хоть на чужом поле, тоже владели инициативой, преимущества. А потом, как наши прибавили во втором тайме. Но вот этого мы здесь не наблюдаем. К сожалению, пока. И отмечаем, что тогда во втором тайме, кстати, на поле у нас вышел погребняк. И, может быть, с этим было связано усиление активности. Ну вот снова фолл. И сразу вторая желтая карточка. Так бывает, когда команда подустала. Хотя очень интересно, что эти две желтые карточки как раз получили не самые уставшие футболисты в составе нашей команды, а те, кто вышел на замену. И Торбинский, и Саенко. Надо сказать, что в этом эпизоде, на мой взгляд, не очень-то корректно играл и Хорват Леко. Так или иначе, предупреждение получил Саенко. Куда-то ушел Игорь Корнеев. Видите, его место пустует. Он, наверное, пошел за Сычевым, я могу так предположить. Или за погребняком. Одно из двух. Подача. Игнашевич в очередной раз Бенбинес, вячи штрафной, погладил себя по голове, словно за этот удачный ход. Торбинский прервал. Кержаков. Аршавин впереди. Пас налево Саенко. Саенко много игрового времени получил в этом матче. Так, если бы и выпускают, то совсем в конце. А вот это Леко, который, по-моему, должен был получить карточку и в предыдущем эпизоде. Получил его наш Саенко. Теперь все-таки карточка нашла героя в кавычках. За вот такой фол против Кержакова наказан Ерко Леко. Жути, да? Жути картон. Если увидеть, у нас возникла надпись. На экране титр. Это не жуткий картон, а желтая карточка. Прострел! Но у нас нету титров. Как говорит мне редактор из Москвы, у нас не сообщается и время на экране. Поэтому я еще раз должен чаще-чаще называть вам время по ходу встречи. И сейчас у нас по-прежнему счет не открыт. Наши, наконец-то, будут подавать угловой. Пошел Аршавин. А время у нас... Сейчас нам сообщим после подачи Аршавина. Аршавин навешивает. И вот пришел Василий Березуцкий. Пробил головой. Но, скажем так, хоть что-то. Ну что же, дорогие друзья. Мы при всем прочем, при том, что, как я уже говорил, не можем зацепиться за мяч. Хотя сейчас, вот как-то с появлением Саенко и отчасти Торпинского, что-то стало получаться. Все-таки стали немножко за мяч цепляться. Ну и пока-пока оборона держит. При всех тех ошибках, которые я отметил, оборона держит. 74-я минута матча. И вместо Александра Киржакова выходит Дмитрий Сычев. Киржаков набегался. Как говорят футболисты, наелся. Мы в очередной раз не видим вот этот дуэт на поле. Сычев, Киржаков. Постоянно идут об этом разговоры. Но вот не находится им места на поле одновременно. Олечу с Петричем такое место нашлось. И вот Олеч отдает направо. Черлуки, Черлука навешивает. Подставлена нога очень опасно. Прерывал передачу Саенко, но мог быть неприятный рикошет. Но достаточно бдительно действовал Вячеслав Малафеев. Вот он с мячом. Показывает вперед, подальше. Но впереди у нас теперь есть, конечно же, Сычев. Вот он Дарио Сарна. И на ваших экранах был заменен еще в первом тайме. Из-за какой-то совершенно безобидного падения у линии нашей штрафной. И даже, в общем-то, никто не виноват был из наших защитников. Сам упал Дарио Сарна и был заменен. Две желтые карточки у нас, одна у хорватов. И в этом смысле Люба Шмиттел действует вот в том стиле, который поощряется. У Ифа и Пифа он не сразу стал раздавать желтые карточки. Таким образом, предупреждения не девальвировались с самого начала. И вот ближе к концу матча он действительно, заслуживающий того нарушения, стал вот таким образом пресекать и футболистов наказывать. 15 минут до конца матча. Удар. Вот это хорошо. Игнашевич, которого мы отмечали и по предыдущим эпизодам в защите, нанес первый по-настоящему хороший удар. Ну, со стандартного положения, тем не менее. Прыжок Плетикоса. Плетикоса вытащил мяч из самого угла ворот. Можно говорить о том, что может быть летел мяч в штангу, но может быть и нет. Может быть и точнёбонько в угол. Так или иначе, очень хороший удар. Сычёв на ваших экранах. И будет подача Аршавина. Аршавин навешивает. Плетикоса выбивает мяч кулаками на подборе Торбинский. Но ловко оттеснил его Модрич. Другое дело, что мяч у нас остался. Семшов его возвращает сюда. Видимо, пас был, не знаю, на Сычёва. Но, может быть, Семшов, который делал эту передачу фактически с места защитника, учитывал то, что в штрафной чужой задержался Василий Березуцкий. И туда была, ему была адресована передача. Положение вне игры пробьёт Игнашевич. Итак, все три замены сделал Гус Хидинг, выпустив на поле двух нападающих. Между прочим, Исаенко, Исычёва и атакующего полузащитника Торбинского. Тем самым, свой тезис подтверждая предматчевой, что мы будем играть на победу, будем играть в атаке. Другое дело, что не позволяет это делать соперник в большинстве случаев. Но должен сказать, что сейчас, сейчас наши выглядят как-то получше. Кажется, что вот сейчас более-менее российская команда освоилась на чужом стадионе. Аршавин. Аршавин идёт вперёд. Его отталкивает рукой Шимунич. Штрафной удар. Шимунич, кстати, я говорил о том, что вот три карточки тогда он получил, такие абсурдные от Грэма Пола. Ещё интересный факт, что Шимунич родом из Австралии, из Канберры. Там он родился. И его зовут даже Джо. Его прозвище Джо. Ну, от его имени это прозвище происходит. Он Йосип Шимунич. Говорю о том защитнике, который вот в предыдущем эпизоде сфалил против Аршавина. Игнашевич по Жиркову. Жирков показал, что принимает техничность. Сохранил мяч для команды, но рядом был Чурлуха. И, в общем-то, мяч отскочил к нему. Никакович отдаёт Модричу. Модрич против него. Семшов. Персонально. Кстати говоря, о персональной игре. Гус Хидинг сказал, что никто из наших не будет действовать индивидуально против Эдуарду Дасилвы. Сам в опасном нападающем сборной Хорватии. Просто Хидинг говорит, что он не хотел бы терять нашего игрока. В том смысле, что разменивать какого-то из наших на даже острого нападающего сборной Хорватии. И потом другие форварды. Вернее, другой форвард. Хидинг не мог себе представить, что три нападающих в какой-то момент будут в составе сборной Хорватии. Другой форвард, сказал Хидинг, тоже заслуживает внимания защитников. Не только Эдуарду Дасилвы. Жирков. Вот Сычев. Получает мяч на левом фланге. Открывается Саянка. Вот как в коробочку взяли Леко и Чурлуха нашего нападающего. Жирков пробил. Неплохо. Сычев врывается. Штрафную, получив очень неплохую передачу от Аршавина. Сложно, правда, было использовать. Там мощно сыграли хорватские защитники в этом эпизоде. Торбинский огляделся. Идет по центру. Открывается один совершенно Жирков. И почему же Торбинский не сделал передачу? Ждал этого паса Жирков. В кое веки пошел вперед по левому флангу в сегодняшнем матче. Саянка прерывает эту передачу шимич и аут. Юрий Жирков. Московский армеец на ваших экранах. Возможно, лучший игрок вот на этот момент чемпионата России. Саянка. Саянка активен. И повторяю, что и он, и Торбинский, в общем, начали, начали понемногу, что называется, цепляться за мяч во втором тайме. Жирков. Идар в ногу Чернуке. Чернука чем-то недоволен. Локтем его отталкивал Жирков после вот этого эпизода. Наш аут. Наш аут. А между тем, дорогие друзья, до конца этого сложнейшего матча для сборной России осталось всего 10 минут. Аршавин навешивает на угол Вратарской. Но, опять же, там никого нет. 10 минут. Наши, если не перехватили инициативу, то, по крайней мере, сравнялись по этой инициативе с хозяевами поля. И вот последние 10 минут. Снова сыграл Игнашевич. Это уже Юнюков. Модрич. Петрич с мячом, вышедший на замену. На левом фланге. Нарушение правил. Вот он, Младен Петрич. А штрафной пробьет, конечно же, Модрич. Быстро отдал Петричу. Наши как-то не разобрались в этом эпизоде. Спасает Малафеев. Браво, Малафеев. Нужно быть более бдительным. Я, конечно, обращаюсь не к Малафееву. Малафеев в этом смысле был бдителен на 100%. Но защитники все остановились. Все почему-то думали, что Модрич будет долго устанавливать мяч, разыгрывать. А Модрич, по-моему, пробил даже еще по катящемуся мячу. Судья на это не обратил внимания. Сделав передачу Петричу. И Петрич наносил очень опасный удар поворотом. Еще раз говорю, браво, Малафеев. Атака из глубины. Ее начинал Эдуарду. Модрич отыгрывает назад. Здесь Ника Ковач. Отдает Петричу. Петрич назад. Модрич. Олич. Олич навешивает. Словно ждал этого отскока от Березуцкого. Хорватский нападающий Петрич. Но, к счастью, для нас не воспользовался. Так сказать, возможности как-то продолжить эту атаку опасно. Саенко. И, в общем, все. До конца тащил этот мяч. Нарвался на нарушение правил, Который, по всему прочему, позволяет нашей команде еще и выиграть время. Выиграть время. Но сейчас мне в пору вообще каждую минуту вам сообщать хронометраж сегодняшнего матча. Потому что последняя, последняя десятиминутка уже идет. И последнюю замену делает Славян Билич. Наши в атаке. Пять минут. Чуть больше пяти минут до конца этой встречи. Сычев на фланге. Перебрасывает через защитника сразу два человека. А вот передача на Торбинского не получилась. Модрич у своей штрафной подхватил. Отдает Эдуарду. Видите, где оказался сейчас? На месте полузащитника оказался Эдуардо да Силва. Недоволен решением арбитра. Эдуардо да Силва. Он уступил свое место на острие атаки Петричу. Петрич сейчас играет там тандемом с Олечем. Видите, подкат. Подкат не сзади, а сбоку. Стороны Семшова. Видите, Семшов тоже и сам нормался. Так, на выставленную ногу Эдуардо да Силве. И надо сказать, что если считать, что это не был подкат сзади, а в общем-то подкат был сбоку, то сначала Семшов сыграл в мяч, а потом уже, может быть, его нога попала в ногу да Силва. Эдуардо да Силва. Итак, замена. Ибица Олеч покидает поле. И вместо него на зеленый газон стадиона Максимир выходит Марку Бабич. Марку Бабич это полузащитник немецкого Байера. Вот так один немец, скажем так, заменил другого немца. Это я просто напоминаю, что Олеч сейчас играет за немецкий Гамбург. Марку Бабич. Все три замены использовал и Славян Билич. А вот видите тот эпизод, в котором в начале матча получил травму досадную для него и для хорватских болельщиков Дарио Сарна. И для болельщиков Донецкого Шахтера тоже. Клуба, за который Сарна играет. Петрич опасен. У него хороший удар. А Петрич делает передачу. И вроде бы открывался там уже Эдуарду да Силва. Передача, слава богу, не прошла. Выносит мяч Торбинский. Помог. Молодец Семшов, потому что Торбинский вынес, но недалеко. И Модрич имел шанс продолжить атаку. Семшов сыграл надежно. Да, но трибуны гонят свою команду, возможно, на последний штурм в сегодняшнем матче. В Москве была ничья 0-0. Плетикоса. Семшов прерывает передачу. Мяч отскакивает к Роберту Ковачу. И он отдает налево Шимунич. Шимунич медленно, медленно, по мнению трибун. Сделал передачу Бабичу. Сколько минут у нас до конца остается? Ну вот пять минут. Пять минут. Аршавин. Попытался сделать передачу, но совсем рядом стоял атакующий его полузащитник. И поэтому эта передача не проходила. Эдуардо. Торбинский его атаковал. Опять же сзади. С риском, повторяю, получить вторую желтую карточку. Сычев. Мало-мало у него игрового времени. Смотрите, неплохую передачу Аршавин делал на Саенко. Немножко сильно. Видно, что Сычев в хорошей форме, что он полон сил. То же самое могу сказать и про Саенко. Но вот немало ли времени они получили в сегодняшнем матче. Во всяком случае, вот этот вариант, который сейчас на поле выглядит явно убедительнее того, что мы видели в первом тайме. Может быть, не знаю, может быть, подустали и хорваты, прошедшие в своих клубах длинный сезон. Не знаю, может быть, дело не только в наших игроках. Вот в этом новом варианте команды с тремя заменами. Так, ну об этом будем рассуждать после матча. А пока в нашу штрафную врывается Леко и молодец Анюхов на последнем или на предпоследнем рубеже, если хотите, сыгравший надежно последние, наверное, три минуты этого матча. Сейчас мы посмотрим, сколько добавил Любаш Михел. Снова надежен Анюхов. Он окончательно отошел назад на своем фланге. Слева играет Березуцкий Алексей, Василий в центре с Игнашевичем. Сейчас уже точно мы играем в четыре полноценных защитника. Ой, какой пас! Рвется к воротам Леко! И браво, Жирков! Браво, дорогие друзья! Все мы, все болельщики сборной России, вся страна, которая смотрит этот матч, наверное, сейчас аплодирует Юрию Жиркову. Только не нужно лезть вот в такие стыки, когда мяч за линией поля. А сыграл он великолепно, подстраховал. Очень хорошая передача, между прочим, была Петрича. Он выводил Леко на удар, но там встал на пути мяча Юрий Жирков. А, вот Петрич играет головой Эдуардо. Обрабатывает, отдает пяткой. А мяч просто был на ноге у как раз вот вышедшего на замену Марко Бабича. Хорошо, что сыграл кто-то из наших. По-моему, это был Василий Березуцкий. Да, Василий Березуцкий оказался на пути мяча. Бил поворотом Бабича. А вот это Петрич, который бесспорно обострил игру в атаке. Еще обострил, еще больше обострил в атаке. А вот смотрите, пас назад. И аплодирует удар. Встает наш игрок. Василий Березуцкий. И снова Петрич. Он полон сил. Он отдает Эдуардо. Эдуардо догонит ли этот мяч? За ним устремляется Анюков. Эдуардо пойдет в обыгрыш. Анюкову помогает Василий Березуцкий. Два против бразильца. И Торбинский прерывает передачу. Аршавин сложно побороться с высоченным Шемуничем. Бабич идет вперед. Подача. Ой, Малакеев. Выпускает этот мяч. И тут же повторным движением его забирает. Последняя минута матча. Если не считать времени добавленного. Конечно, добавленное время будет. Хотя бы потому, что делались замены. Во втором тайме. Положено официально добавлять на каждую замену. Как минимум 30 секунд. Так что сейчас мы посмотрим на табличку в руках резервного арбитра. А так уже полминуты до конца. 0-0, 0-0. В матче Хорватия-Россия в Загребе. Славин Билич. Тренер Хорватов уже не садится на скамеечку. Перед матчем он говорил, мы точно обыграем Россию. И были... Вот смотрите, недоволен Жирков. Не надо. Не надо тут есть наражен угловой, как угловой. Все равно не выпросишь там что-то в свою пользу. Леку будет подавать? Нет. Леку пошел в штрафную. Подавать будет Модрич. Пошло уже добавленное время. Модрич навешивает. Снова играет здорово Игнашевич. Хорваты на подборе. Семшов. Отбойный удар. Ой-ой-ой-ой. Все правильно оценил этот эпизод. Сычев не подсаживался под игрока сборной Хорватии. А это сам Леку налетел на нашего нападающего. Четыре минуты. Четыре минуты добавил Любаш Михел. И одна минута уже позади. Так что вот считайте три минуты. Три минуты. Ну что ж тут говорить. Продержаться три минуты. Игнашевич идет на фланг здесь Саенко. Ну а первым на мяче Шимич. Самоотверженный Семшов прыгает. Сычев не смог этот мяч принять. Но ничего страшного. Может в данной ситуации аут еще лучше. Что-то говорит там, я не знаю, запасным Александр Бородюк. Но повторяю, замены уже сделаны. Жирков пытается прорваться по флангу. Там хватает он. Вот у них противостояние с Черлукой. Мы не видели этого в первом тайме. Потому что сюда не приходил. Вперед не шел по франгу Жирков. У Черлуки просто не было возможности сыграть против него. Выполнить свои оборонительные функции в борьбе с Жирковым. Сейчас ситуация поменялась. Жирков. Хорошая передача. Саенко на фланге. Пытается обыграть Шимича. Почти это получилось. Саенко. Все правильно. Выигрываем время. Две минуты. И уже меньше двух минут до конца этого матча. Девяносто две минуты десять секунд позади. Плетикоса торопится. И призывает всех своих партнеров идти вперед. Игнашевич снова здорово головой. Мяч не доходит до Петрича. И все благодаря Игнашевичу. Один из лучших в составе нашей команды в сегодняшнем матче. Черлука. Петрич. Немножко не допетрил. Извините. Немножко не допрыгнул. Отбойная игра у нас. Ковач. Пас налево. Шимунич вынужден. Вынужден. Шимунича вынуждает Аршавин отдать мяч назад. Сему вратарю. Простите. Не Аршавин. Это Торбинский. Торбинский. Я даже удивился. Что такой вот активный напористый игре. Если бы это был Аршавин. Но Торбинский. И больше сил у него чем у Аршавина. Последняя минута. Последняя минута сегодняшнего матча. Березуцкий прыгает по чайном прыжке. Алексей Березуцкий выбивает мяч. Снова недоволен Жирков. У Жиркова постоянно столкновение. То с Леко здесь на фланге. То с Черлукой. Жирков боец. Он сегодня доказал. Это в сегодняшнем матче он это доказал. Аршавин борется. Под катей играет против него Роберт Ковач. Аршавин на газоне. Но надо вставать. Надо вставать. Вперед идет Шимунич. Шимунич навешивает. И Игнашевич снова на месте. Ой-ой-ой-ой. Какой удар в спину. Какой удар в спину. Получает Сычев. Даже в голову. Дмитрий держится за голову. Очень опасная атака сзади. Я смотрю. 10 секунд остается до конца этого матча. Наши получили право на штрафной. Игнашевич устанавливает мяч. Но он имеет право это делать. Все внимание. Мы смотрим на Любыша Михела. Он не смотрит на секундомер. Мне кажется, что команда уже переиграли. Уже 4 дополнительные минуты. Плюс как минимум 15 секунд. Мяч в воздухе. Свисток в борту. У Любыша Михела. Все. Ничья. 0-0. Ну что? Футболисты иногда говорят. Ничья равна победе. Может быть. Может быть наша команда. Которую мы покритиковали в первом тайме. Которая выровняла игру. В общем-то во втором тайме. Очень достойно сыграла на переполненном Загребском стадионе. Сборная Хорватии набрала 17-е свое очко в этом турнире. У нас 15 очков. Круга прежнему на 2 очка. Отстаем от хорватов. Занимая второе место в группе. Но сейчас Израиль опередил. Но это другая ситуация. Из команды Израиля на матч сыграно больше. Мы вернемся после рекламы. Один матч больше. У нас 15. У Англии 14. Я комментатор Первого канала. Виктор Кутер. Заканчиваю прямую трансляцию. Всего хорошего. Берегите себя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ